Поставьте, пожалуйста, обратную связь, какого-нибудь меня слышно. Та-та-ра-та-та-та-та. Так, во, есть звук, слышно, да? Рома, привет. Я аж запереживался, распереживался. А как же агентство недвижимости? Вроде бы ты занимался недвижимостью. Ну, мы сейчас вообще все, обо всем по порядку расскажем. Осетии тоже большой привет. Ну, начну, наверное, с такого веселого момента. Вы знаете, что у меня жена самый умный юрист на свете. Короче, это тот... Я сама завтра все расскажу, я сама во всем осознаюсь. Стоматология ваша работает, да, ребят. Короче, надо мне зуб сделать, но вот это самое страшное. Да, короче, о веселом. Моя любимая жена. Привет всем, от самой тупой беременной женщины. Вот она, нет. Она, короче, смотрите. Она только что купила воздух за 8 тысяч рублей. Я завтра все сама расскажу. В общем, я тут сижу, прохожу обучение. Вы знаете, оставил жену там на полчаса буквально без внимания. И сразу какой-то, короче, инцидент, да, произошел. В общем, она мне еще до конца не рассказала. Но я знаю, что с карты ушло 8 тысяч рублей. И ушли они, походу, в никуда. Ее там просто развели. Что тебе там, пообещали что-то, да? Я завтра чисто сердечное признание у себя в инстаграме устраиваю. Короче, она что-то там вроде как ей продать решили. Она решила что-то вроде купить. Отправила, короче, бабки. А эти бабки ушли кому-то на карпа, да? Или на селедку. На ужин, на ужин, короче. На ужин, да. В общем, вот так вот. Итак, наверное, что мы будем все по порядку рассказывать. Живем мы. Давайте вот так вот все, вот то, что вы спрашивали, да? И все остальное. Живем мы в городе Лермонтов. Вот. Прекрасный город. Прекрасное место. Кавказские минеральные воды. Это, ну, просто что-то с чем-то. Если вы видите периодически, я там публикую там фотографии, сторис и все остальное, то, наверное, уже ощутили, да? Вот эту вот мощь гор, красоту озер, водопадов и всего остального. Причина, по которой мы решили сюда переехать, ну, их несколько. Во-первых, я всегда себя видел так, что я буду жить здесь. Именно на Кавказе, именно в Лермонтове, либо в Железноводске, либо в Пятигорске. Большой для меня город. Я всегда мечтал о таком небольшом городке, да, уютном, красивом, курортном, где будут те места, которые меня будут вдохновлять, наполнять энергией, силой и тому подобное. То есть, вот наш край, он именно такой. Плюс, конечно же, я всегда мечтал, что у меня будут жена, дети, дом построим. Вот. Переехать мы сюда решили вместе, то есть, мечта такая сбылась. Прекрасная жена у меня есть. Вот, собственно говоря, она тут рядышком сидит. Вторая причина, по которой мы переехали, моя ненаглядная, тоже влюбилась в эти места и тоже хотела жить, да, в каком-то таком месте. Да, я жила, в Крыму жила. Но там не было тебя, а тут ты. Да, ну и плюс ко всему, есть как бы такая некая, ну, финансовая независимость в том плане, что мы оба не работаем на каких-то работах из серии, что мы привязаны там к месту работы. Агенты с утра там на работу, вечером с работы, ну и что-то такое подобное. Даже агентство недвижимости, которым я занимался, да, и развивался в области риэлторства, скажем так, оно тоже никак не привязывало меня к месту, к определенному, ну, где-то привязывало, да, то есть, в любом случае, там, если были у нас объекты в Москве, мне необходимо было быть в Москве, и с другой стороны, как бы, справлялись те ребята, с кем мы вместе работали, да, там, вот, Надя, к примеру. В общем-то так, а сейчас у нас абсолютно свободная деятельность, которая нас не привязывает абсолютно ни к какому месту, дает нам, по крайней мере, сейчас тот доход, на который мы можем снимать квартиру здесь, потому что, ну, с родителями жить не очень правильно, дает возможность нам кушать, гулять, отдыхать, путешествовать, ездить, в общем, наслаждаться жизнью. Конечно, хотелось бы больше денег, и мы к этому идем, мы идем к тому, чтобы зарабатывать больше денег, чтобы развивать то дело, которым мы сейчас занимаемся, те проекты, которыми мы сейчас занимаемся. В скором времени планируем в Пятигорске открыть офис, где, помимо всего прочего, то есть, помимо нашей деятельности, конечно же, будет отдельно еще и наш собственный юридический отдел, который будет возглавлять, моя ненаглядная, имея 15-летний стаж работы, опыт в области юриспруденции, то есть... Которую накололи на 8 тысяч 5 минут на год. Приходите к ней, короче, вот, она вам будет говорить... Я вас проконсультирую, как не попасться на удочку мошенников. Да, она вас будет консультировать за определенную сумму денег, и знаете, что ее можно кинуть, короче, на те бабки, которые... Да, я же добрая. Вот. Так. Это что касается моментов причины сюда переехать. Дальше. Следующий вопрос. Как Света ладит с моими родственниками? В моей жизни ни одна девушка так не ладила с моими родными, близкими, родственниками, как Света. Ее просто вот нереально полюбили все. Почему говорю все? Были там девушки, которые там, ну, находили как-то общий язык там с Ольгой Васильевной, и Ольгой Васильевной там было там, ну, то есть кто-то ей нравился. Но чтобы вот абсолютно со всей моей семьей вот такой вот общий язык найти, я даже где-то, знаете, ревную. Вот иногда ревную. Птички особенно, да? Да, птичка, это моя сестра, короче, родная, вот она ее так называет. Ну, просто, короче, и в этом плане как бы Света себя чувствует комфортно, потому что ее мудрость, да, и ум, и мудрость ее, и жизненный опыт позволяет ей вести себя так, чтобы ей было комфортно с моей семьей. Потому что здесь из родных для нее людей только я, и соответственно, если она, ну, все же, у всех же людей есть плюсы, есть минусы. В том числе и у меня, и у Светы, и у моих родственников, и у моих родителей, да, ну, как бы они есть у всех. И можно внимание как бы концентрировать на этих минусах, да, и где-то там не сдерживаться, да, и проявлять свои минусы. А где-то можно сглаживать, да, там, и проявлять свои плюсы для того, чтобы было комфортное общение, и для того, чтобы человек себя комфортно чувствовал. Вот. Света в этом плане большая, молодец. Дальше. Я сейчас расскажу, а потом, ладно, отвечу вам на все вопросы. Я вижу, что вы много пишете, потом и Света еще несколько вещей скажет, и, в общем-то, потом перейдем к вопросам, потому что сейчас я не могу так, как Света. Если я начинаю читать вопросы, отвечать на них я сбиваю смысле. Вот. Теперь, то, чем мы занимаемся. Ну, в первую очередь, Света дает консультации, ведет, да, там, ей могут позвонить абсолютно с любой точки Российской Федерации, задать ей вопрос, да, там, прислать ей какие-то документы, она высока своего опыта даст оценку, проконсультирует, расскажет, как нужно действовать дальше, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Следующий момент по поводу деятельности. У меня как хобби, ну, это спорт, да, понятно, что в 40 лет, как бы, там, вырываться на Олимпийские игры или на какие-то чемпионаты, там, это уже поздно, вот, но в рамках любителей, да, я вот периодически выступаю, дерусь. Сейчас у меня в скором времени должен состояться бой в Казахстане. Конечно, я готовлюсь. Мне это помогает держать себя в тонусе, помогает не смотреть в сторону вредных привычек, вот. Ну, то есть, вообще, это как бы здорово, да, у меня там мама, жена, там, дети переживают, ой, там, вдруг там тебе там по голове стукнут или еще что-то такое, но на то я и тренируюсь, чтобы мне не стукнули по голове, потому что мы же, например, ходим на улице, нас может сбить машина, но мы учимся правилам дорожного движения для того, чтобы она нас не сбила. Может произойти какой-то случай, казус, и машина собьет, так же и в спорте. Я учусь так, тренируюсь, чтобы мне не набили морду. То есть, ну, мне ее могут набить, да, но для того, чтобы это не несло какой-то там сильной физической травмы, да, и, соответственно, я не выхожу драться там с Федей Емельяненко или с Хабибом Нурмагомедовым, которые мне реально могут причинить вред моему здоровью, вот, и основная деятельность сейчас, знаете, вот мы обратили внимание, сейчас я к этому приду, да, по сути мы занимаемся криптовалютой, как я к ней пришел, да, вообще понимание, что такое криптовалюта, то есть вот вы заметили до этого, что я занимался недвижимостью, у нас был случай, когда мы продавали квартиру в Москве, собственник находился в Америке, продавал через генеральную доверенность, по генеральной доверенности через своего отца, вот, мы ее продали, как перевести деньги в Америку, и тут мы как бы столкнулись с таким вопросом, как, ой, а как это действительно сделать? И вы знаете, выходов не было никаких, за исключением двух, то есть, чтобы перевести деньги за рубеж, это нужно либо взять, купить здесь иностранную валюту на рубли, поехать в какую-то страну, где нету санкций, купить там, короче, открыть местный банковский счет и переводить в Америку. И второй вариант, это как раз был отправить на криптокошелек, то есть, цифровые деньги, да, криптовалюту. Ну и я как бы такой думаю, ну нифига себе, если чувак в Америке, который там продал свою квартиру, там порядка 20 миллионов рублей, просто как бы мы ему отправили, получается, через криптовалюту, вот, ну, значит, это что-то доесть, вот. И мы начали развиваться в этой области, и плюс у нас сейчас появился такой проект, вот смотрите, он социальный, да, мы сейчас общаемся с нашей администрацией, точнее с администрацией нашего города, вот, очень острый вопрос, это, ты помнишь, сколько я злился? Вот идешь в горы, идешь в горы, да, ну и смотришь, пластиковые бутылки, вот сидят алкашня это, да, там, бухают пиво, да, ладно, все люди, да, там, ну, можете выпить, отдохнуть, шашлычки, коньячок, что угодно, ну, приберись, блин, за собой, ну, уберись ты за собой, ну, не будь ты свиньей, там висят таблички, да, там, некоторые люди даже просто ходят по горам, собирают за кем-то мусор, оставляют таблички, ребят, если кидаете мусор, кидайте, пожалуйста, ближе к дороге, мне тяжело ходить в лес, в чаще, да, там, в гуще и собирать за вами срач, ну, неужели так сложно то, что ты притащил с собой, съел, да, там, и вот мусор, который после тебя остался, взять его и выбросить, взять за собой, унести и выбросить, это не такая великая ноша, вот гораздо, как бы, страшнее, когда ты сам себя, видишь зеркало, да, вспоминаешь, что ты насрал, да, и ты в любом случае про себя в осознании, ты понимаешь, что ты свинья, я вот этого ну не могу понять, ты приходишь, такое красивое место, да, и это касается не только, как бы, моего города, да, и там, где я живу, батарейка садит, включить. Там все переживают за то, что я стою, якобы, я сижу, если что, мне очень удобно. Ну, в общем, и у нас появился такой социальный проект, называется Go Green, да, из серии убирайся и зарабатывай, то есть, кому потом будет интересно, напишите мне в директ, я вам подробнее расскажу и объясню, то есть, там игровая некая такая система, скачивайте приложение себе, регистрируйтесь, вот, мы проводим, к примеру, совместные субботники какие-то, да, и за то, что люди проводят субботник, мы их будем вознаграждать финансово, да, пускай там немного, пускай по чуть-чуть, но как бы вознаграждать, плюс там такая есть история, как, короче, учись и зарабатывай, да, вот, у нас сегодня Санек такой сел, короче, поиграть, там проходят викторины, и сели, ты отвечаешь на вопросы, что касается экологии, да, там планеты, ну, и все, все тому подобное, а Сашка очень любит окружающий мир, он очень любит, там, дедушку Дроздова смотреть, и все, что вот связано, как бы, с экологией, с природой, ему прям очень нравится, отвечаешь на три вопроса и зарабатываешь какую-то копеечку, ну, там, в зависимости от, грубо говоря, того, какое ты приложение себе скачиваешь, да, там есть они платные, есть, как бы, бесплатные, бесплатные, они, как бы, ну, короче, там по чуть-чуть, то есть, ребенок в месяц там зарабатывает, там, ну, какие-то там, ну, копеечки, но, ну, все равно приятно, и мы, короче, такие посчитали, слушай, такие сегодня подумали, блин, ребенок, получается, читает, ну, проходит викторину, то есть, он чему-то учится, у него в голове что-то откладывается, если, к примеру, ты покупаешь, ну, условно говоря, там, NFT-шку, да, там, вот это приложение за 300 долларов, то ребенок, обучаясь, за год зарабатывает порядка 40 тысяч рублей за год, то есть, в месяц, там, что-то 3000 рублей с чем-то, с копейками, ну, что-то такое, ну, грубо говоря, там, 40 косырей в месяц, ребенок может сам себе заработать на том, что он будет играть и учиться, все дети играют в гаджеты, большинство детей каким-то образом списывают с счета телефона денег, тратят их на какие-то игры, на какие-то бесплатные игры, где там какие-то калачики, кубики, какашки какие-то плывут, там, танчики купить туда, говнонасоску какую-то и так далее, и так далее, то есть, дети этим занимаются, вкидывают туда деньги и просто играют, засоряя свой мозг непонятно чем. А здесь ситуация такая, что ребенок играет, он проходит викторину, он обучается и на этом зарабатывает себе деньги, то есть, грубо говоря, там, вкладывая в обучение своего ребенка, ребенок может на этом обучении заработать себе на ту цель, которую он хочет себе поставить, тем самым он учится финансовой грамотности плюс, он хочет купить себе, не знаю, там, ноутбук, да, там, на следующий год, там, или велосипед, или какой-то там модный классный гаджет. И, в общем, ты можешь играть, зарабатывать, проходить викторины, учиться, учиться финансовой грамотности и многим полезным вещам и на этом зарабатывать деньги. Я считаю, что это очень классный социальный проект, плюс, как бы, и на очищение города, да, чтобы, цель, на самом деле, не такая, чтобы люди убирались, а цель такая, чтобы люди научились не срать, ну, не мусорить, вот. Плюс еще мы планируем, как бы, пригласить людей, опытных, знающих, договариваемся тоже с администрацией, чтобы в школах провели некий такой тур с лекциями о защите природы, об экологии, да, ну, и детям все вот такое рассказывали. То есть, у нас, как бы, вот такой вот добрый, классный проект с нашей любименькой Светочкой, с нашими партнерами. В общем, я считаю, что это очень здорово, очень классно. Следующий вопрос, что касается Роберта. С Робертом, конечно же, я общаюсь. Пока я был в Москве, я его забирал к себе на три дня, получается, четыре дня, то есть, с понедельника по пятницу он был соляный, в пятницу я его забирал, в понедельник отвозил в школу. Вот. Ой, ой, правду говорю, надо сдержаться, чтобы не выглядеть глупо. Вот. Сейчас у меня бой планируется, там, получается, где-то в начале июля что-то такое. У меня надо потренироваться, я сейчас съезжу на бой, приеду, заберу Роберта и до сентября он будет, скорее всего, здесь со мной. Вот. Так что вот так вот, вот такие вот у нас новости. Теперь давайте по вопросам. Там тебе их столько уже написали. Ты пока рассказывал, я сидела, улыбалась и читала. Андрей Черкасов тебе привет передавал. Ему тоже большой привет. Вот. Фух, у меня жарко стало. Так. Ты сделал операцию на нос? Нет, не сделал. Планирую. Вот, короче, у меня будет в июле бой и должен быть там что-то еще, короче, в районе сентября. Вот мы договорились с женой, что два последних боя с этих денег мы покупаем себе участок земли. Уже присмотрели, в общем-то, место, где хотим. В приоритете сейчас у нас Железноводск. Очень хотели в Лермонтове, но в Железноводске нашли такое сказочное место. Ну, просто прям вот душа туда легла. А Железноводск это вот прям два шага от Лермонтова. Ты от темы не уходи. Обещание зафиксируй. Вот. Фиксирую. Фиксирую обещание. Вот. И после этого, собственно, я сделаю операцию на нос. Потому что если сделать сейчас операцию, то уже, в общем-то, на бой не смогу выйти. Сашка, как твоя мама, Ольга Васильевна, до сих пор... Богу здоровья. Это популярный вопрос. А это, блин, даже ее... Я ее не помню, что ли? Да мама нормальная. Недавно в больнице лежала. У нее поднялось давление. Полежала, ее прокапали. Сейчас дома с папой. Саша радуется за вашу семью, счастье. Вам спасибо большое. Красивую девушку нашел. Не то, что было. Да, два обещанка кучерява была. Ой. Блин, вы-то мое вообще... Ну ладно, вам. Мое чудо. Симпатичные девочки на нем были. Чего? Прямо что? Света, это, знаете, вот прям Светик мой. Да вот ангелочки мне ее послали. Я безмерно рад. Потому что... Она у меня есть, появилась. Она в моей жизни. И я очень этому безмерно рад. Вот так. Так, 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 так. Опять участок и нос. История повторяется. Да, она просто незаконченная. Понимаете, эта история. Как приятно на вас смотреть. Мне нравится про участки пишут. Когда участок, это лимитированное количество участков в жизни должно быть. В Волгограде есть, видишь, купил себе через домик. Так. В лучшие. На первый раз так. От разговора подуем. А я уже подула, подула. Вы долго встречались до брака. Вот. Так вам же уже рассказали, сколько мы встречались. Так. Ты, Света, больше ему подходишь. Да. Ты за 10 лет даже не постарел. Но это все вот, потому что меня Света омолодила. Будет ли у вас гендер-пати? Вы знаете, я вот к этому вопросу, гендер-пати, как-то так настороженно относился. Да и отношусь. Но это что-то... Что-то вот... Я когда первый раз услышал гендер-пати, я как-то странно отреагировал, ввиду, наверное, своей безграмотности по поводу слова гендер. Мне вот что-то это ассоциировалось с чем-то таким неправильным. Ну, у нас, получается, Света на подружках хочет приехать, сделать гендер-пати. Я, в принципе, не против и не вижу в этом ничего плохого. Хотя, короче, ну, я в этом не вижу там чего-то такого. Ну, ладно тебе уж, поддайся модным тенденциям. Вот и поддаюсь. Почему не хотела опять помириться вместе с Аляной и жили бы вместе и родила бы быть ребенка? Слушайте, наша история с Аляной закончилась давным-давно. У нас нету чувств никаких друг к другу, у нас нету каких-никаких личных отношений друг к другу, за исключением вопросов Роберта. Вот, поэтому как бы... Мы все равно должны, она должна свое бросить, ты сойтись и рожать детей. А я со своим бывшим мужем, мы все должны вот... А я думал, ты с Аляниным парнем хочешь сойтись. Нет. Меня и ты совсем устраиваешь. Совсем устраиваешь. Так, Саша, почему вы не ездили на 19-летие Дома-2, вас не приглашали? Нас приглашали, звали, естественно, конечно, звали, приглашали, но у нас, получается, возможности не было. Так, это было какого мая? Ну, что-то мы с тобой чем-то очень заняты. Мы чем-то были реально очень заняты. То есть, это было 4 мая? А мы вот прям за день до этого или за два, короче, узнали, что мы станем мамой с папой. И нам надо было там, короче, ну, кучу мероприятий со всем этим сделать. Вы смотрели сериал на ютубе про вас? Да, мы смотрели, я смотрел несколько серий. Слушайте, я не знаю, кто это создал, кто сделал, но меня больше всего радует там заставка, она такая смешная. Света смотрела Дома-2. Да, она смотрела, она об этом рассказывала. Смотрела, конечно, горячая поклонница была, практически. Так, какая Аляна его оставить не может, везде его прилетает, но Аляна, парень, кто-то совсем. Короче, Алянина жизнь, это Алянина жизнь, она в ней счастлива, она себя прекрасно чувствует, поэтому, дай Бог, только всего самого хорошего. Вот. У нас, соответственно, своя жизнь, вот. Так, теперь можете задать, сна лучше для Сани, да, теперь можете задать вопросы. Кстати, хотите Санька посмотреть? Санька! Иди сюда! Иди сюда. Он тебе пишет, что похудеть надо, а я вот вообще так не считаю. Не, мне надо скинуть килограмм пять. Я его чуть-чуть кормлю, что ли, ну, борщи варю, блины, пепу. А теперь, знакомьтесь, в студии Александр. Ты его засмущала, набежала. Он написал, собственно. Сейчас, подисти, подисти. Здравствуйте, как ваша мама? Ольга Васильевна, я уже сказал, сейчас чувствует себя намного лучше, то есть она ее в больнице прокапали, у нее было давление. Так. Ну, давай, что ты там, этот... Света тебя любит, а ты не видно почему-то. То есть нет безысходности? Ну, как Алис. Что это такое? Вы что, знаете, как я ее люблю? Моя девочка. Ой, ой, вот давай, вот без прелюдий вот этих пудричных. Мой сладкий там, или сладкая моя там сидит. Там, кстати, подожди. А еще, а еще у нее большие. Санька. Подожди, там вот вопрос, кстати, какой-то был, что там на Дом-2 пришла какая-то женщина, которая у тебя ребенок. Что? Что? Да нет, мне бы этот... Мне бы уже тысячу раз позвонили бы... Саша периодически грозится меня топором зарубить, потому что я... Вот эта история, играй, зарабатывай деньги, проходи, научись, проходи викторину и зарабатывай. Ну, за год, если срок тысячи, то да, я себе компьютер смогу на это купить. Да, самое главное, что дети будут набираться в муразово. Санька красавец. Санька, это, знаете, это такой, короче, вот так, подожди, пристанься ко мне, вот так вот поудобнее. Это, короче, чисто такой будущий депутат. Мяу. Да, будущий депутат, который будет мяукать. Вот. Я не депутат. А кто ты? Золок. Вот. Ну, вообще-то по стопам дедушки Дроздовы собираются. Может, это вообще мой поддедушка, или Данилов. Предок. Задайте вопрос Саньку, как он быть такой вот, ну-ка. Так, вы глаза... Конечно, я про своего не забыл, но только что рассказывал, вот. С кем из Дома-2 поддерживаете контакты? Привет, сладкие. Да, с некоторыми ребятами, ну, поддерживаем, вот. Хотя про это сейчас уже, не знаю. Я вот смотрю, и у меня прям грустно мне становится. Грустно становится от таких ведущих, как Нелли Ермолаева, понимаете. Если Бузова еще, как бы, все, всю вот эту вот историю подтверждала тем, что она блондинка. Как бы, но Нелли это... Ладно, не буду говорить. Голос-то очень добрый. Санек, что тебе нравится в Саше? Вы смотрите, Санек это он, а Саша это я. Давайте так. Нет. Тебе вопрос задали. Что тебе нравится в Саше, во мне? Тебе? Да. Потому что денег много. Нет, а про душевные качества. Ну, давай, Саш, посерьезно. Откуда он? Цветочки. Бычок-фординат наш. Нет, он чугуашка. Мой сынок. Ну, вот так вот. Санька, сколько тебе лет? Пятьдесят. Нет, ну серьезно, Саша, сколько тебе лет? Девять. Девять лет. Короче, хотите так же, пишите мне в директ. Так, что тебе еще во мне нравится? Ну, какие-нибудь внутренние качества расскажи. Почему вы с Сашей так дружите хорошо? Он меня научил рапу готовить. Да. Мы, кстати, с Саньком придумали новое блюдо, да? Да. Два. А мама нам еще его не забыла. Так, вот смотри, подожди. Давайте сейчас, Санька, иди поиграй. Сейчас Свете вопрос тут задали. Так, ребята, здравствуйте. Светлана, можно совет, пожалуйста, как поступать с адвокатом, который не соблюдает указания услуг? Ну, это непростая тема, напишите мне в личку, я вам так вот в двух словах поясню, что делать надо. Потому что несоблюдение услуг – это такой двоякий момент. Надо смотреть, что по договору он вам должен. А то, может, адвокат-то и неплохой, просто что-то не прописали в договоре. Ну, да, может быть так. Санька юморист, да Санька вообще юморист. Доброй ночи, любимая семья, и вам доброй ночи. Что с Нелли Ермолаевой не так? Как бы вам сказать? Вот смотрите. Давайте вот я лучше промолчу. Вот знаете вот… Она красивая зато. Вот знаешь, про женщин, когда ничего не скосячит, можно сказать просто, она красивая. Ну, в этой серии я просто красивая. И все. Вот в Нелли Ермолаевой это я просто красивая. Вот, собственно говоря, и все. И то как бы на любителя. Ну, не в обид, я не говорю там, не хочу и обид, и оскорбить. Ну, то есть, ну, как бы каждый человек, он, собственно говоря, у каждого человека есть там какой-то определенный типаж, видимо. Ну, короче, каждый на любителя. Я вот тоже на любителя, понимаете. Вот Света выбрала у меня такого страшненького. Какие у вашей жены отношения с Аляной? Да, какие абсолютно нормальные. Там у меня проработают страшно. Так. Где? Спасибо большое. Так, кем Светлана работает? Вы знаете, когда я кому-то из своих партнеров показываю резюме Светланы, все вот так вот идет. Так вот на этом уже всего достаточно. Светлана, Светочка моя любимая, она 15 лет практикует юриспруденцию. То есть, она, у нее судейская практика, в суде она работала, и преподавательская практика она преподавала, и публицист, она очень классные статьи пишет. Вот. То есть, она юрист с огромным стажем. Я когда с ней познакомился, приехал в Москву, увидел вот такую стопку дел, вот такую. И она там что-то в суд побежала, в один выиграла, в другой побежала, там что-то присылает смс-ку, я выиграла. А я про себя думаю, как вот это вот, это что за голова такая должна быть? Вы никогда не удивлялись этому, да? Когда смотришь на каких-то, ну, реально грамотных юристов, у которых вот такие стопки, типы дел. Как это все можно запоминать? Ну, это вот как? Не знаю, я даже никогда не готовлюсь к процессу. У меня просто в голове все формируется по ходу ведения дела. А некоторые прям сутками сидят, читают, что... У кого какая паника, мне кажется? Ну, то есть, да, если вам нужна реально грамотная консультация грамотного юриста, пишите Свете, она всегда за, она всегда поможет, всегда проконсультирует, вот. Причем, ну, то есть, смотрите, хочу, чтобы я уже научился у нее, чтобы вы не путали, задать вопрос, да, пообщаться и проконсультировать. То есть, консультация это когда вы не просто говорите, слушайте, у меня там вот кто-то мне, короче, там не заплатил за квартиру и, короче, куда-то делся, что мне делать. А консультация это в целом, то есть, если у вас ведется какое-то дело, да, там, ну, то есть... Более объемно, с нормами закона, с ссылками, там, со всякими, с практикой судебной. Так, выраженный шансы, а гендер будет, я уже ответил, будет, будет. Так, здрасте, у меня у ребенка родовая травма, хотела засудить врачей, говорят, что ничего не докажу, потому что два года прошло. Напишите мне в личку, я работала в свое время в благотворительном фонде, который занимался как раз защитой прав несовершеннолетних, в том числе и родовые травмы и вот эти вот все споры с медучреждениями, это прям моя тема. А еще у меня есть очень хороший друг, который как раз занимается связью между пациентами и, соответственно, докторами, помогает урегулировать различные споры, выйти на какие-то вышестоящие инстанции, очень близкие мои друзья, хорошие. Поэтому напишите, я вам, ну, по крайней мере, подскажу больше, чем многие юристы по этой теме подскажут, потому что это очень-очень узкий профиль, это действительно очень сложная категория дел. Ну, доказать можно, да? Ну, смотря какие обстоятельства, если есть, как бы, зацепки, то можно. Три года срок исковой давности, поэтому... А, тут вот два года прошло, вот. Дом-2 по сценарию, можно вот на этот вопрос, извините, пожалуйста, пропущу. А может Светлану показать своего мужа бывшего? Муж, заходи! А мне кажется, я показывала, я же Синьком какие-то фотки выкладывала. Он к нам в гости собирается, поэтому мы его продемонстрируем. Тоже прямой эфир позавел. Ну, Нелли, наверное, ведет себя так, потому что ей говорят, так, где ты? Да я не про это говорю, ну, понимаете. Чтобы быть ведущим, надо обладать, во-первых, очень хорошим интеллектом, во-вторых, надо уметь разговаривать, надо уметь говорить. Я телеведущая проекта... Как она кричит? Ну, не суть, не углубляйся. В общем, да. Харизма, харизма должна быть у ведущего бешеная, чтобы действительно его хотел слушать. Забудь уже про Аляну. Ребята, я прям такой сел и начал рассказывать про Аляну. Вы мне спросили, я вам коротко ответил, что нормально общаемся. Ребята, добрый вечер. Да, и вам всем привет. Это дар или проклятие? Не понял о чем. Света, здрасте, у меня... А, это уже мы ответили, Аляна. Девушки. Саша, что за фирма часов? Мамбланк. Ну, это не очень дорогие часы. Ну, такие хорошие. Консультация оплатна. Если просто спросить из серии, как бы, да, такого, какого-то короткого вопроса, конечно, она бесплатная. Если консультация... Можно я два слова маленьких скажу? Мне в Инстаграм пишут, когда даже иногда не совсем короткие вопросы, но они легкие по своей сути. Вот особенно вопросы, допустим, с элементами связанные. Они вообще не сложные. Там в двух словах можно объяснить всю суть. Тогда, естественно, никто с вас никаких денег не возьмет. Ну, по крайней мере, в моей практике такого нет. А еще я очень часто провожу эфиры и всякие истории записываю полезные, где даю очень много информации юридической. А если это из разряда изучить пять томов дела или проконсультировать полностью по какому-то сложнейшему вопросу, то я вам просто сразу скажу, что да, такая консультация платная, и будет она стоить столько-то. Столько-то, столько-то, столько-то. Ну, в зависимости от уровня сложности. Ну да, потому что это же тоже, как вы понимаете... Света юристу недвижимости. Света, вот ты, кстати, чуть-чуть дезинформируешь людей. Я же сейчас не юрист, я сейчас руководитель, можно сказать, да, своей компании, которая работает просто по всей Российской Федерации. Я заместитель директора Международного правового центра, я уже, как ты говорила, Международного института права. Мы просто реорганизовались. Вот, и, соответственно, у меня есть очень большая команда юристов, адвокатов, которые мне помогают по всей России, мои партнеры. Вот, а я занимаюсь либо самыми-самыми сложнейшими делами, либо консультирую и, соответственно, даю направление деятельности и поручаю кому-то ваш вопрос. Вот, да, совершенно верно, забыл сказать, что в данный момент она действующий заместитель директора института международного права. Ого, какая у меня жена. А, кого я шпикрую? Ну, что ты все, по-хамешине. Да, напишите, напишите. Занятие с логопедом, я, конечно, извиняюсь, глубоко, но проблема есть, очевидно. Он у нас записан к логопеду. Да, вот ничего такого плохого вы не сказали. Санька, знаете, какая проблема есть? У него проблема не в логопедии, а в его лене. Он вот как вот ленится что-нибудь стать сделать, так ленится языком. Он прекрасный и эрея выговаривает, когда хочет, и все остальное. Но вот так вот проще же сделать. Так, ребятки, давайте, наверное, после крайней три вопроса. Света, какой у вас срок, если не хочешь? А вот завтра я точно узнаю, какой у меня срок, потому что мы еще сами точно не знаем. Только примерно. Примерно говорить не хочется. А то потом опять скажете, что мы вас в заблуждение вводим. Скажите, пожалуйста, Светлана, я выявила дело по лишению родительских прав. Мне сказали, ждать теперь полгода, он может еще что-то сделать. После того, как вступила в законную силу. Сто процентов это какое-то региональное дело, потому что обычно в регионах у нас почему-то вообще свой закон. Какие полгода, откуда такие сроки. У нас в законе срок месяца на вступление в законную силу. Опять-таки в личку мне напишите, а еще лучше скиньте решение, я вас ориентирую. Потому что, ну, как бы бредовенько. Какие полгода. Прошло два месяца. Уже парабах. На требование о причинении вреда жизни и здоровью исковая данность не распространяется. Все зависит от конкретных моментов и обстоятельств. Умные вы мои. Надо посмотреть материалы и надо послушать человека. Что там и каким образом было. И чем дальше у вас это отходит от события, произошедшего когда-то, тем более два года назад, тем сложнее потом что-то доказать. Мне вот можете это не рассказывать, что там распространяется. У наших докторов все распространяется. И у судов тем более. У Светланы тоже есть сын от первого брака. Нет, Санька. Это мы его так с улицы привели. Нравитесь. Вы очень хорошие, добрые. Сань, а что за Go Green? Ребят, еще раз смотрите, рассказываю, что такое Go Green. Go Green это социальный проект очень крутой, который мне вообще нашей семье в целом очень нравится. Проект направлен на то, чтобы делать наш мир лучше, делать наш мир чище, делать нашу экологию чище. Потому что, опять-таки повторюсь, мы столкнулись с такой, вот живем на природе, в наикрасивейшем месте. И когда мы идем куда-то отдыхать, и видим, что там на мусоре, на банке, склянке, какие-то пластиковые бутылки, баклажки пивные, или еще что-то такое, сердце прям кровью обливается. И это касается не только каких-то природных мест, но это касается вообще в целом всего. Ставят отдельные баки, то есть сюда пластик, сюда бумагу, сюда стекло, люди одинфик, все в общую кучу кидают. И нас со Светой это очень сильно начало беспокоить. Проект Go Green, он как раз-таки направлен на то, чтобы люди убирались. Но не просто так соблюдали чистоту, а еще и получали за это некое вознаграждение. То есть компания Go Green придумала такие ключевые моменты, которые будут мотивировать людей на то, чтобы мы берегли нашу планету. И обычно человек, к примеру, если идет, выпил кока-колу, фанту или пиво, и он там раз смотрит, нету мусорки, взял и бросил ее куда-то там в уголок под дерево или за каком-нибудь камушек. А тут, то есть ты, грубо говоря, взял эту бутылку, выкинул ее туда, куда надо, и получаешь за это некое вознаграждение. Взяли все вместе, собрались. Каждый из вас может в любом вашем городе, вот напишите мне в директ, я вам объясню всю, как бы, всю структуру этого проекта. Вы у себя в городе проводите субботник, я вам каждому за это выплачиваю, выплачиваю, ну не я лично, да, компания и проект Dual Green выплачивает денежное вознаграждение. То есть это очень классно. Плюс, я уже рассказывал, да, очень полезно для детей, есть игровая форма ответы на, ну то есть викторина, где ребенок отвечает на вопросы, связанные с экологией, с чистотой нашей планеты, вот, и тоже получает за это какие-то денежные вознаграждения. Это очень крутой проект, я о нем уже рассказал, я сохраню этот видео, ну то есть этот прямой эфир, посмотрите еще раз его внимательно. Кто с нами за чистоту планеты, пишите мне в директ, нам этот проект очень нравится, вот, мы им занимаемся. Я почему сейчас просто, уже заплетается язык, потому что я вот такую кипру рассказал про него. Вот, это очень классный проект, мы его обсуждаем на уровне нашей, администрации нашего города, то есть вот общались недавно с депутатом, он готов вынести этот проект, этот вопрос на совет города, чтобы мы его приняли, как бы, да, там все вместе, то есть и цель проекта, не чтобы люди игрались, а цель проекта, чтобы мы научились не мусорить, ну потому что, блин, мне вот прям капец как обидно, когда идешь по городу, особенно в городе, там пришел отдыхать, а там просто капец. Вот, мы сейчас планируем на радио запустить рекламу и сделать такой прям большой субботник. И каждый человек с Пятигорска, вообще с Каминвод, который придет ко мне на субботник, он будет вознагражден. Вот, клево же, убирайся, зарабатывай, учись, зарабатывай. Можно вкладывать это, как некий такой резерв в образование своего ребенка. Вы можете, грубо говоря, там зарегистрироваться на платформе, купить там некую игровую систему, да, там, вот, ребенок будет проходить викторину, отвечать на вопросы, и ребенок сам себе будет зарабатывать деньги. Это плюс еще и финансовая грамотность ребенка. Это, грубо говоря, приучает ребенка к ответственности, да, то есть, ну, что он будет сам отвечать за то, что он хочет себе купить. То есть, он учится, играет и зарабатывает деньги. Может накопить, на самом деле, нехилую сумму. Вот, вот Сашка, он только что говорил, малой. Вот, так что так вот. В общем, ладно, ребятки, мы будем с вами прощаться. Мы вас очень всех любим. Хочу сказать вам всем огромнейшее спасибо за ваши светлые пожелания, за ваши теплые слова. Давно мой Инстаграм, на самом деле, не испытывал такой доброты. Вот с появлением Света вы прям так нас полюбили, поэтому Свет, это отдельное тебе большое спасибо. Да, плюс еще наш проект, он несет за собой огромную командную работу, огромную командную организацию людей, которые друг друга поддерживают в этой области. Нету цели, ни у кого друг на друге там обогатиться или еще что-то такое сделать. То есть, это действительно классный социальный проект. И мы им... У меня жена вообще прям, она уже там ее бывшему мужу своему позвонила, чтобы он ребенку, в общем-то, купил эту игровую платформу, ну, скажем так, да, для того, чтобы он мог... Не, ну, интересная тема же для детей, я считаю. Да я вообще считаю, это очень круто. Считай, ты вкладываешь в образование ребенка, он же сидит, отвечает на вопросы, у него в голове что-то откладывается, он чему-то учится, да, и... Ну, вообще у нас век нанотехнологий, вот мы в свое время там, я не знаю, ягодками торговали, бусинками какими-то, они сейчас по-другому учатся деньги зарабатывать, и это нормально. 21 век. Ну, и плюс, грубо говоря, вся эта викторина, и вся эта история, она ведет к тому, чтобы наша планета стала чище, потому что мусора очень много, плюс ко всему, мы сейчас работаем над тем, чтобы здесь в Лермонтове открыть мусороперерабатывающий мини-завод, да, скажем так, назовем, то есть пластикодробилку нам осталось купить, вот, и ведь из этого можно делать много всего полезного, когда это просто в общей куче выкидывается, то есть горы, свалки, и что самое главное, наши дети этим дышут, наши дети на это на все смотрят, наши дети гуляют по говну, поэтому вот так, вот так, у меня 5%, сейчас телефон выключится, и надо успеть сохранить эфир, ребятки, всех любим, всем жмем руку, всех обнимаем, вот, всем пока, пока, аж,